Смотрите, сегодня поговорим про игры. Давайте с чего-нибудь мега простого. Самое-самое простенькое. У вас есть, например, хотя нет, давайте для начала с блужданий по ориентированному графу. Давайте самое простое. У нас есть ориентированный граф, при этом он ацикличный. И в чем заключается игра? У нас есть какая-то текущая вершина. Давайте я нарисую какой-нибудь ацикличный ориентированный граф. Вот такой, например. Сейчас, зеленый виден? Ну да, виден. И у нас есть какая-то текущая вершина. И вот все, что может… Ну, два игрока, игроки делают ход по очереди. Все, что может сделать игрок, это просто выбрать ребро из текущей вершины и перейти к кому-нибудь. То есть, например, если мы вот здесь находимся, то мы можем пойти либо вот в эту вершину, либо в эту вершину. Проигрывает человек, который не может сделать ход. Ну, такая очень простая игра. Окей. Мы хотим для каждой вершины понять, она выигрышная или проигрышная для человека, который ходит первым. При условии того, что, естественно, каждый человек играет оптиматически. Не поддаётся там и как-то… Есть идея, как это делать? Есть. Мы находим клетки, вершины, в которых прямо вообще уже нет хода, из которых… То есть, вот эти? Да, и помещаем их как выигрышная из них. Как проигрышная. Ну да, да. Если человек не показался, то они проигрышные. Для того, кто как бы сходил туда, это выигрышная. Ну… Проигрышная может… Без разницы. Хорошо, да. Мы считаем проигрышная или выигрышная вершина для того, кто из неё будет ходить, поэтому вот они проигрышные. Тогда у нас, если можно походить в проигрышную вершину, то это выигрышная вершина. А если ни одной проигрышной, в которую можно походить, то это проигрышная вершина. То есть, все выигрышные из неё. Да. То есть, смотрите, действительно, если мы можем из вершины попасть в какую-то проигрышную, то вершина выигрышная. Ну, логично. Мы попадаем в ту проигрышную, к нашему противнику переходит ход, он как не рыпается, все равно не выиграет. Если же из нашей вершины все переходы только выигрышные, то мы в проигрышные вершины, потому что куда бы мы ни сходили, наш противник все равно выиграет. Так, ну смотрите, вот эта вершина у нас выигрышная. Вот эта вершина. У нас есть переход в выигрышную вершину и в проигрышную. Какая тогда у нас эта вершина? Да, выигрышная. Потому что мы можем сходить вот сюда и противник поиграет. Вот. А теперь, ну вот эта вершина и вот эта, они проигрышные. И на любом случае игрок. Ну и если, например, вот тут же было бы что-нибудь такое, то тогда вот эта вершина проигрышная, а вот эта вот уже выигрышная. Вот. Вообще, на самом деле, ну, то есть, получили вот какую-то простейшую игру и почти что вот такая штука называется ретро-аналий. Сейчас мы поговорим подробно. По сути, все. И очень много игр, на самом деле, можно представлять в виде ориентированных игроков. Потому что, ну, действительно, у нас, ну, даже, например, шахматы можно так представить. Другое дело, что там этих вершин будут огромные количества. Но, тем не менее. То есть, мы можем каждой позиции фигур там сопоставить вершину. И любой ход фигуры – это переход в какое-то другое состояние игры. Ну, там уже граф, правда, не ацикличный. Потому что, ну, например, молодежь может туда сюда сходить и как-то все. Но вообще, то есть, пожалуй, все игры можно хоть как-нибудь представить в виде ориентированных игроков. Замечательно. Ну, теперь, смотрите, давайте уберем требования на ацикличность. У нас могут быть циклы. Что мы можем сказать? То есть, еще раз. Есть переход в проигрышную? Мы в выигрышную. Все переходы в выигрышную мы проиграли. Но теперь, так как у нас возможны циклы в графах, у нас может появиться ничья. Ну, потому что, действительно, человек там, если сойдет с этого цикла, то он, например, проиграет. И так про каждого человека, можно сказать. Но тогда простейший пример. Вот у нас, например, цикл. От каждой вершины вот такая цепочка из двух. Смотрите, что происходит. Человек, который здесь, он, конечно, может сходить сюда. Но тогда он проиграет. Противник сходит, и человек проиграет, который сошел. Он, естественно, идет сюда. Человек, который здесь находится, он тоже может сойти, но он тогда проиграет. Поэтому он идет сюда. Ну, и ничья. Потому что, повторюсь, мы не рассматриваем случаи, когда там одному, типа, надоело, и он такой, ладно, не остаюсь. Так вот, что мы можем сказать еще от речи? Так это то, что не то, не сё, ничья. Ну, как мы сейчас, например, присмотрели. То есть, опять же, посмотрим, что получается. Вот это проигрыш, 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 вот это проигрыш. какая. Из этой тоже есть переход в выигрышную и в ту, которая непонятно какая. То есть, вот эти две вершины нельзя отнести ни к этому, ни к этому. То есть, у нас нету перехода в проигрышную, мы его пока не получили, но и не все вершины выигрыша, в которые мы идем. Ну, собственно, все, значит, они ничего не имеют. Это, на самом деле, нас наталкивает на алгоритм определение какие вершины выигрышные, какие проигрышные, какие ничьи. Ну, это называется ретроспективный анализ вроде. Ну, короче, ретроанализ. Что мы делаем? Давайте простой алгоритм за от NM. Вершины, которые заканчиваем. Да. Причем, не факт. То есть, у нас могут быть какие-то игры, в которых какие-то вершины, например, точно проигрышные. Ну, как, например, вот здесь, что все, мы из них туда не идем. Ну, нет, нам все-таки не терялось бы, наверное, чтобы были какие-то решения. Ну, чтобы игра имела шанс быть конечной. Ну, потому что, если есть просто цикл, то все вершины ничьи. Не самый интересный случай. Вот. Но у нас могут быть еще какие-то терминальные вершины. Ну, в смысле, те, из которых ничего не исходит. Но, например, выигрышные. Ну, мало ли какая игра. Ну, типа, люди там ищут в квесте какую-нибудь там сокровище, не знаю. Вот если они куда-то там пришли, то вот это, наоборот, выигрышные. Ну, я просто про то, что это ничего не меняет. У нас вот эти финальные вершины, про которые все известно, могут быть как проигрышные, так и выигрышные. Вот. Соответственно, давайте проставим ну, вот, для всех концов игры какие они. Проигрышные, выигрышные. Может, у нас какая-то вообще игра, в которой концы бывают и те, и те. То есть, куда-то мы пришли, и куда-то мы выиграли, и куда-то мы пришли, и куда-то мы проиграли. Без разницы. Вот. Окей, их проставили. Что делаем дальше? Давайте переберем все вершины и посмотрим. Ну, если для нее уже определили, она выигрышная, проигрышная, то ее мы пропускаем, естественно. Но вообще, вот мы взяли вершину, про которую мы еще не знаем, какая она. Давайте посмотрим на все ребра, которые из нее исходят. Если она подпадает, либо под первые критерии, либо под вторые, то определяем, что она там любопришная, любопришная. Если не подпадает, то что мы делаем? Ну, ничего. Нет. Мы пока оставляем ее в какой-то. Потому что, представьте, вот такая цепочка. Вот мы про эту знаем, что она проигрышная, вот в эту пришли, она не подпадает на все, как у себя. Но потом мы вот эту проставим, что она выигрышная, и потом про вот эту мы сможем сказать, что она проигрышная. Вот. Когда мы каждый бежим, можно несколько раз, а здесь какие-то меры. это меры. Сейчас мы посмотрим. Смотрите. Ну, вот так вот все вершины прошли. Если у нас не появилось ни одной вершины, при которой мы что-то новое можем сказать, то все вершины, при которой мы ничего еще не проставили, они ничей. Ну, потому что, если сейчас не прояснилось ни про какую новую, то от того, что мы повторили несколько раз, ничего нового не появилось. Соответственно, все они ничейные для тех, для кого мы еще не проставили. Если же что-то появилось, то снова проходим все вершины, и, собственно, то же самое делаем. Ну, да, было бы правильнее сказать, наверное, что это O от M на N плюс M. Я просто живу в мире, где M хотя бы M. Ладно, не суть. Вот какая-то такая штука. Ну, почему так? Потому что у нас не больше N раз мы будем выполнять вот этот цикл по всем вершинам. Ну, потому что каждый раз, чтобы мы его продолжали, каждый раз должна проставляться хотя бы одна вершина. И в то же время, естественно, мы делаем на каждую вот такую итерацию N плюс M действия. То есть мы перебираем все вершины плюс из них перебираем все ребра. Ну, вот такой вот алгоритм определения кто есть кто. Мы сейчас поговорим, как за N плюс M это сделать. Просто вот сейчас понятно все? Окей, там чатики. Так, а это плюсики про понятное или про то, что камера трещет? И насколько ее вообще трещат? Ну, ее, конечно, чуть-чуть трещет, но вряд ли смогу с этим что-то сделать. Ну, ее, так, а, кстати, ты к тому случае не притрагиваешься? Ну, короче, не притрагивайся, пожалуйста, потому что это прям хорошо отражается. Ладно. Короче, ребята, не трогаем стол. Вот сейчас ничего не трясется? Серьезно? Ну, сейчас она как бы не двигается. Короче, каждый раз, когда трещется, знаете, это кто-то в аудитории тронул стол, и, собственно, вот были бы вы в аудитории, было бы все нормально. могли бы вырезать. Да. А чем смысл? Короче, все, считаем, что по этому вопросу ни у кого нету. Едем дальше. Ну, теперь, как мы... как мы это сделаем за линейное время? Давайте вот что. Смотрите, что происходит. вот если мы пометили вершину как проигрышную, что мы можем сказать? Что все вершины, из которых есть ребра в эту вершину, они... мы про них теперь можем сказать, что они выигрышные. Так? Вот. Если же мы пометили вершину как проигрышную, ой, как выигрышную, то мы можем сказать только про те вершины, у которых по всем остальным ребрам тоже известно, какие там вершины находятся. То есть, что мы делаем? В случае, когда мы проставили вершину ноль, мы обошли по обратным ребрам всех наших челиков, из которых можно попасть в наше состояние. И, если он еще не проставлен, то проставляем его как выигрышный и запускаемся в рекурсивную. Вот. Если же мы отмечаем вершину как выигрышную, то что мы делаем? Мы обходим всех наших соседей и проставляем как проигрышных и запускаемся от них опять же рекурсивно только тех, у кого то есть, смотрите, мы для каждой вершины будем поддерживать счетчик исходящих ребер типа про сколько вершин мы еще не знаем. Когда у нас вершина проигрышная, то мы представляем, что вот эти все выигрышные, а когда выигрышные, мы обходим всех наших предков как бы и уменьшаем у них счетчик на единичку и вот если этот счетчик у кого-то стал ноль, то от него мы тоже спускаемся рекурсивно и уже говорим, что он проигрышный. Смотрите, с проигрышной я думаю понятно, что мы всем говорим про выигрышный. Теперь смотрите, вот например, вот эта вершинка, у нее два ребра, вот и вот. Обе эти вершины будут выигрышные. Изначально этот счетчик два. Вот. Мы сказали, что ага, вот эта вершина выигрышная. давайте пройдем по всем обратным ребрам. У нас оно только одно, и вот у этой вершины уменьшим счетчик на единичку. Типа вот у нее теперь только одно ребро, по которому неизвестно что. Теперь, когда мы вот эту вершинку тоже проставим как выигрышную, мы опять пройдемся по всем обратным ребрам, и вот у этой вершинки счетчик станет ноль. А что значит, что счетчик стал ноль, и при этом мы про вершину еще не сказали, что она выигрышная или поля вершина. То, что из нее исходят ребра только выигрышные вершины. Причем про каждую из этих вершин мы уже знаем, что она выигрышная. Потому что если бы здесь были ну, если бы тут были ребра в какую-нибудь вершину, которую мы еще не знаем, где у нас счетчик бы нет на вершину. Если исходит отсюда ребров какую-нибудь проигрышную вершину, то мы бы сразу пометили эту вершину как выигрышную. Ну, соответственно, все. То есть у нас такой получается DFS. Просто в DFS если поставили ноль, то пошли по всем обратным ребрам, если поставили единицу, то поминусовали счетчики и запустились только по тем ребрам, у которых вот здесь нолик в шеточке оказался. Ну, соответственно, M плюс M понятно. То есть у каждого ребра один раз пускался. Тут есть какие-то вопросы? У нас будет только Y, наверное, нет? Нет, не только. NIM тоже. так вот. Ставьте, очередь в ключ. Ну, да, про ретроанализ это, пожалуй, все. Давайте понемножечку приближаться к играм с камнями. Кость, можно не надо? Кость, давайте вероятности посчитаем какие-нибудь. Вероятность того, что сегодня на лекции будет Y. Сколько? Блин. Так. Задача. давайте сначала очень простую какую-нибудь задачу. Вот у нас есть ... играми. Игра ним. Что это такое? У нас есть N кучек камней. в каждой A1, 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 A2, A1, A1, A1. 1, 1, 3, 7 камней, то я выбираю любую, например, 3, и могу взять оттуда 1, 2 или 3 камни. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. То есть тот, на чей ход он получил отсутствие камней вот на самом деле можно вот с такой игрой не очень понятно потому что мы тут что-то сложное мы конечно можем динамику посчитать где состояние это вот все множество кучек с количеством камней но состояние будет очень много вот на самом деле для того чтобы проанализировать выигрышная это позиция элемент для того кто хочет вверх и даже на самом деле сказать как играть оптимально можно просто посмотреть на XOR сумму величин этих кучек то есть просто 1 XOR 1 XOR 3 XOR 7 так внутри это у нас вот так 7 это у нас вот так то есть их XOR это 1 0 0 ну то есть просто 4 и вот если этот XOR не нулевой тогда выигрывает тот кто первый ходит если он нулевой то выигрывает старый шанс то есть больше шансов выиграть его можно мы это доказывать? да нет так легко доказывать если мы берем какое-то рандомное количество числа то у тебя на самом деле 50 на 50 каждый вид а ну да типа что во всех битах будут нули ну да это сильно менее вероятно чем где-то найдется а ну тогда и только тогда да вот так вот ну давайте это докажем понятно вообще что я хочу доказать я хочу доказать что мы берем XOR сумму для начала есть ли люди которые не знают что такое XOR здесь есть? Ну мало. Окей. Так вот, я хочу доказать просто, что мы боксорили все, и если это ноль, то тогда выиграл второй. Если это не ноль, то выиграл первый. А доказательство – это теорема либо Бутона, либо Бутона. Он что-то в 1901 году, вроде. Или в 1902. Ну, в общем, не суть. Давайте докажем по индукции. Ну, если у нас все кучки нулевые, то, ясное дело, проиграл первый, потому что ему сейчас надо ходить, а нечему. Ну и к сортсуму тоже вливаем. Теперь, если у нас есть какие-то кучки, и их ксор нулевой. То есть, давайте обозначим за с. А первое ксор, а второе и так далее ксор, а н. Вот если с нулевой, то давайте мы выбрали какую-то кучку, вот, любую кучку к, и в ней у нас вместо а катого стала б катого. Остальные кучки, естественно, не изменились. То есть, мы выбрали кучку к, и тут стала б катая камней, причем, естественно, б катая меньше, чем а катая, потому что мы должны какое-то любое количество камней взять. Смотрите, какая ксор сумма стала? Ну, воспользуемся тем, что а ксор а – это ноль. И, смотрите, у нас была ксор сумма s, мы ее знаем, по всем чиселкам. Что мы хотим? Мы хотим посчитать ксор по всем чиселкам, кроме а катого, и вместо а катого взять б катого. Что для этого можно сделать? Можно s поксорить с а катым, тем самым занулив а катая, которая пошла, и приксорить к этому еще б катого. Вот это вот тот ксор, который стал. При этом, смотрите, s – это ноль. Ноль ксор что угодно – это вот это вот что угодно. Поэтому мы можем это пересписать просто как а катая, ксор, б катая. Но что мы знаем? Б катая меньше, чем а катая. И поэтому вот этот ксор не нулевой. Ну, потому что ксор различных чисел. Раз числа различные, значит, найдется хотя бы один бит, где они отвечаются. Ну, и там будет единичка. Это значит, что сейчас ход перешел к нашему противнику, у него не нулевая ксор сумма, а по предположению индукции, значит, что он выигрывает. А это значит, что мы проигрывали, как бы мы ни сходили. Вот. Это понятно? Да. Можно обратно решить. И когда s – не нулевое? Нет, когда ксор сумма равна нулю, а игра не проигрышная. То есть теремия, как говорится, как сумма к игр проигрышна, тогда идет тогда, когда s, ну, то есть теорус сорт, правильно, соответственно. Шарей. Ну, мы сейчас, доказав, что если сумма не равна нулю, то мы выигрываем, а это и доказали. А, ну, это да. Так вот, тут понятно? То есть все. Когда у нас ксор сумма равна нулю, мы доказали. Если мы сейчас для ненулевой ксор суммы докажем. Окей. Ребят, с нулем точно все рассуждения понятны? Я сейчас сотру просто все это. Давайте, если есть какие-то вопросы, то вы в чате кто-то пишете. Давайте. Что, повторяйте вот так? Смотри. У нас была нолевая ксор суммы. По предположению индукции, до всех там кучек суммарно меньшего размера, у нас выполняется то, что если ксор сумма ноль, то мы проигрываем, и если ксор сумма не ноль, то мы проигрываем. Теперь, вот наш ксор сумма и наш ксор. И мы предполагаем, что она равна нулю. Мы сейчас хотим показать, что тогда мы обязательно проигрываем. Ну, как мы можем сделать ход? Мы можем выбрать какую-то кучку k и взять из нее какое-то количество камней, ненулевую, и получить в ней вместо a катого b катая. Какой ксор тогда получится? Вот суммарный ксор — это вот s, но мы хотим его посчитать не ксор с a катая, как тут было, а вместо a катого взять b катая, чтобы понять, какой у нас ксор был. Но для этого что можно сделать? Для этого можно поксорить с a катым, потому что a ксор а. Ну, вот так вот a катая, которая входила в наш s, убьем. И при ксорить к этому b катую. Так как s — 0, 0 ксор что угодно — что угодно. Ну, в смысле, 0 ксор x — это x. Поэтому мы получаем, что тут просто a катая, ксор, ксор к b катую. Но так как a катая не равно b катому, а именно b катая — это срога меньше, чем a катая, мы получаем, что a катая, ксор, ксор к b катая не равны. Все. Ну, а, соответственно, по предположению индукции, раз оно не равно 0, значит, и ход перешел к нашему противнику, наш противник выиграет. Значит, мы проиграем. Окей. С 0 ксор суммой разобрались. Осталось только показать, что когда у нас ксор сумма не 0, мы выигрываем обязательно. Итак, s — это у нас все еще ксор сумма. Давайте посмотрим на битовую запись числа s. Оно не нулевое. И вот у него, ну, какие-то тут делегирующие нули, и где-то вот здесь вот первая единичка. Ну и потом что угодно. Вот нас интересует самая старшая единица. Обозначим этот бит d. Ну, типа, вот нулевой бит и так далее. Вот d минус первый бит. Вот d. Возьмем какую-то кучку. Смотрите, раз в этом бите есть единичка, значит, есть какая-то кучка, опять же, ak, да, такая, что в d этом бите у нее тоже единица. Ну, потому что если у всех в этом бите это ноль, то откуда тут взяться ноль бит? Понятно? Вот. Давай, вот, то есть, ak и вот такая штука не равна нулю. Хорошо. Вот мы взяли такой ak. Давайте мы в akata оставим вот столько кого-либо. S, XOR, akata. Почему мы всегда можем ставить? Почему вот это обязательно меньше, чем akata? Ты про это? Нет, почему мы всегда можем брать, а здесь, два, это не там. Почему не всегда? Нет, в смысле, мы можем убрать любое количество кучки. А-а. Мы выбираем кучку, и из нее мы можем убрать любое количество кучки. А почему S, XOR, akata обязательно меньше akata? А, все, понятно. Не надо. Нет, надо. Не всем может быть понятно. Смотрите. Ну, давайте для начала поймем, что это то, что нам нужно, а потом мы поймем, что вот S, XOR, akata обязательно меньше, чем akata. Нам это необходимо, чтобы мы вообще могли такой ход слышать. Потому что если оно там больше или равно, то мы не можем сделать такой ход, потому что мы можем akata только уменьшить. Давайте посмотрим, какая XOR-сумма будет. У нас была XOR-сумма S. Вот это наша backup. Ну, уже по старинке. Какая у нас XOR-сумма будет? Для этого XOR-ем с akata и XOR-ем с backup. Что мы получаем? S, XOR, akata. Это неизменно. А Bk мы просто поставим. XOR-S, XOR, akata. И это ноль. А по предположению индукции, мы нашего противника оставили в состоянии, когда XOR-сумма ноль, и он проигрывает, соответственно, мы выигрываем. Почему Bk обязательно меньше akata? Теперь, да, все, что осталось доказать, это то, что Bk, вот это вот, меньше, чем akata. По модулю этого факта, понятно? Часики. Отлично. Теперь, давайте посмотрим на XOR-а-ката. Что доказывается. Сейчас, секундочку. Я тут, возможно, напагал. Денирует то же самое. Нет, стоп. Возможно, я не договорил какие-то требования на akata, потому что в такой формулировке... Сейчас. S, XOR, akata. Нет, все нормально. Смотрите. Да-да-да, все нормально. Смотрите, давайте посмотрим на битвую запись akata. Ну, как оно выглядит? Какие угодно биты до этого. То есть старшие, они могут быть любыми. Мы главное говорили, чтобы вот тут вот была единица. И какие угодно биты дальше. Теперь смотрим на S. Вот здесь нули. Вот тут вот тоже единица. И тут что угодно. Представляете, что мы получаем? Вот эта часть поксорилась с нулями и осталась неизменной. Как это написать? Ну, короче, вот эта не изменилась. Вот тут вот встал 0. Давайте, чтобы визуально было понятнее. Вот тут вот, короче, что-то, и вот тут вот ровно оно. Вот это единичка, все равно единичка стала нулем. А вот тут нам без разницы, что произошло. То есть тут... Что угодно. Но главное, смотрите, вот это получившееся число меньше, чем акады. Потому что в старшей части оно совпадает. Здесь 0, а здесь 1. Ну и все. А дальше без разницы еще повышется. Вот поэтому S к 40-е мы так можем уменьшить кучку акады. Понятно? Смотри, у S старший бит, не нулевой, имеет номер D. Поэтому у S до этого бита, то есть все старшие, они нули. Смотрим, нулый и старый. Так, все, поняла. S, а как это? S это старая кусочная сумма. А почему у нас в АК обязательно там нули? АК вот здесь не обязательно. Здесь что угодно. А, все. Просто это что угодно остается им же нетронутым. Потому что ксорится с нулями. А у S здесь нули. Потому что самый старший бит, не нулевой, имеет номер D. Все, что старше D, оно нулевое. Вот, соответственно, то есть вот эти части равны. Вот в этой части самый старший бит, в котором расхождение. Ну, соответственно, по нему все и решается. Ну, тут ноль, тут один. Значит, Акатая больше, чем S 40. Так, в чатике. Почему у АК-Това D равно единице? Потому что мы так выбрали K. Просто, ну вот мы взяли такое АК-Та, что у него в этом бит единица. Почему такое существует? Потому что если бы не существовало такого АК-Това, то тогда откуда взяться в ксор-сумме единицы в этом бите? Вот. Окей. Плюссаните в чате, кто понял. Все, отлично. Все, может быть. Да. А почему же вы такое остатки в старших битах, почему нет? В старших битах может быть. Что угодно. Вот красным, что угодно. Просто оно не изменится под действием ксора с ксор-сумма. Потому что тут ныли. У s. Так. Хорошо. То есть, что мы получили? Что на самом деле, чтобы анализировать ним на n кучках, можно взять их ксор-сумму и рассматривать ним размера вот этой ксор-суммы. Соответственно, просто если ксор-сумма нулевая, то ним размера 0, то есть просто одна кучка размера 0. Ну и мы сразу проиграли. То же самое. В плане доступных ходов, естественно, разные вещи, но в плане выигрышности и проигрышности одно и то же. Если же ксор-сумма не нулевая, то у нас одна кучка ненулевого размера, мы из нее берем все камни и выигрываем. То есть просто в плане выигрышности и проигрышности игра какая-то, и игра из одной кучки равной ксор-сумме, размер всех кучек первой игры, это одно и то же. Хорошо. Теперь. Еще одна такая вспомогательная тиаремка. про ним с увеличением. Короче, что у нас было до этого? Нет, она очень легкая. Что у нас было до этого? Мы каждый раз могли только брать какое-то ненаврюбое количество карнизма. Понятно, что он был ацикличный. Ну, все хорошо. Теперь смотрите. Мы все еще хотим ацикличность, чтобы игра была конечна. И не было никаких ничелих. Просто либо один выиграл, либо второй. Но мы разрешаем добавлять в кучки какое-то количество карнизм. Но по какому-то правилу. Например, каждый раз можно добавить строго меньше, чем добавляли в тоже. Ну, или еще что-то. Короче, какое-то правило, без разницы какое, по которому можно сделать вот такой вот ход. Типа выбрать какую-то кучку и положить в нее столько-то карнизм. При этом без разницы по какому правилу можно добавлять. А вы можете опять долгую кучку? Не-не-не. Только добавить. Ну, окей, можем. Без разницы. Просто главное, чтобы были такие правила, что оно ацикличное. То есть в плане, чтобы игра была конечна. Потому что иначе, если не накладывать никакие ограничения на добавление, то все состояния будут ничьей. Ну, то есть даже если у чела не осталось камней, он берет и добавляет. Это зло кучит. Короче, нет. Так не прикольно. Мы хотим, чтобы игра была конечна. Вот. Смотрите. Ну, в чем тут приколямо? В наличии, опять же, симметричной инистративы. Короче, на самом деле, вот это добавление камней, оно полностью бессмысленное. Почему так? Потому что, смотрите, ну, в каком случае я захочу добавлять камни? Только если я в проигрышном состоянии. Потому что, если я в выигрышном, то я и так выиграю. просто удалением камней. Вот. Если я в проигрышном и добавляю сколько-то камней, мой противник просто возьмет и уберет столько же камней из той же кучки, в которую я добавил. И я снова в нулевой ксорсуме, но могу добавлять, но я так не бесконечно смогу добавлять. Потому что вот как раз таки у нас есть какие-то правила, без разницы какие, но которые делают игру конечную. Все. Вот такая мини-теоренка, что, короче, ним с увеличениями, без разницы по каким правилам, но, в общем, увеличение бессмысленное. но для этого ним с увеличением мы все еще можем юзать те же ксорсуме. Теперь финалочка. утверждается, что, в общем, любая игра, ну, сейчас, давайте вообще обсудим, какие нас игры интересуют. Ну, во-первых, двух игроков, во-вторых, игроки нормально играют, ну, в плане, не поддаются. Вот. У игроков есть полная информация о состоянии игры, о ходах и так далее. Ну, то есть, это не типа я там кину кубик и в зависимости от этого выберу кучку. Вот. Нет. Ходы все известны и игра равноправная. Ну, то есть, нет такого, что я выигрываю, если у меня там не осталось камней, а чел выигрывает наоборот, точнее, а чел наоборот там проигрывает, если у него не осталось камней. Ну, или что-нибудь такое. В общем, то есть, выигрышность или проигрышность позиции не зависит от того, чей ход. Она зависит только вот от состояния игры. В плане, например, сколько кучек или там в какой вершине графа мы стоим. Ну, вот какие-то такие игры. То есть, без рандома, там, где игроки играют оптимально, есть полная информация о состоянии игры и о ходах, и вообще игроки равноправны. То есть, все зависит только от того, что происходит в игре. Вот утверждается, что любую такую игру можно отождествить с нимом. применимом. Причем вот с одной кучкой, с нимом из одной кучки какого-то размера. Давайте это докажем. Для начала, а для чего вообще это может быть полезно? у нас есть ретро-анализ, который и так может сказать проигрышно или выигрышно. Для чего здесь? Да, но смотри, нам интересно, нам это сведение к ним удаст только посчитать выигрышно или проигрышно. Еще она на самом деле даст нам оптимальную стратегию в том плане, что мы в ними, например, слезя за этой ксорсуммой, мы при доказательстве и привели рассуждение, по которым мы можем ксорсумму поддерживать либо для нас ненулевой, а противника спихивать в ноль. Ну, в общем. Но это может дать и ретроанализ, потому что он нам говорит, типа, в ту вершину пойдешь, там противник проиграет, ну, значит, надо идти туда. На самом деле, в общем, представим, что мы играем сразу несколько игр. В каждой из них есть свое какое-то состояние независимое. И у нас тоже такой плюс-минус ним, скажем. То есть каждый наш ход это выбрать какую-то из игр и в ней сходить. И в таком случае, чтобы мутить там ретроанализ, например, это очень тяжко, потому что ну вот у нас есть сколько-то игр, каждая из них может находиться в каком-то состоянии. И у нас огромная куча способов понимать, ну в смысле огромную кучу способов смотреть все варианты, все переходы. Но если мы сводим каждую игру к кучке из Нима, то что мы знаем про несколько кучек из Нима? Их можно поксорить и получить сумму этих игр. ну вот в плане чего да. То есть в каждой игре ты побеждаешь. Если ты ее с одной кучке Нима, ее ксори больше ныряет. В плане ее ксор больше ныряет. Ну ее ксори с остальными больше ныряет, а с остальными нет. Ну если у тебя есть только одна кучка, она не нулевого размера, то да, ты побеждаешь. Ксор сумма не нулевая, но все сходится. Ну а как ты побеждаешь, очень легко, ты просто берешь все камни. Не всегда, но мы говорим, что мы каждое состояние сопоставим какой-то кучки из них. Я же не сказал, что это не нулевой. Возможно и нулевой. Если она проигрышная, то тогда там будет как раз так и нулевая кучка. То есть смотрите, давайте рассмотрим ту же графе, просто когда у нас есть граф, текущая вершина и мы можем переходить по одному ребру каждый раз. Вот одну такую игру понятно как решать, просто ретроанализ и все. Но представим, что у нас есть не один граф, а 10 графов и типа наш ход заключается в чем? Мы выбираем какой-то граф, в нем совершаем какой-то ход. Вот такое бахнусь ретроанализом сильно сложнее, потому что вообще-то в каждом из графов от n состояния, видимо, где n это количество в вершин. Соответственно, так как нужно хранить состояние про каждый из 10 графов, у нас там n в 10, добрый вечер. Но если мы каждый граф сопоставим какой-то одной кучки из ним, то тогда определить, кто выиграл, ну, в общем, какая это позиция, проигрышная или выигрышная, очень легко. Нужно просто поксорить эти размеры кучки. Вот. Уже даст. Да. То есть, получается, из какого состояния мы должны переродить какое-то другое уменьшение кучки, то есть, из какого состояния надо быть меньше кучки. Нет. Мы доказывали теоремку про ним с увеличениями как раз для этого, потому что не обязательно будет меньше. Короче, давайте уже, ну, примерно назначение всего этого понятно. То есть, это особенно полезно, когда у нас несколько игр, и мы в одной из них можем делать конкурс. А спортивник тоже выбирает какую-то игру, и в ней делать это. Ну, мы разберем потом несколько задач, в которых это полезно. Но для этого нужно, чтобы выклея, мы могли получить любую позицию, получать вообще любую позицию, так не помню. Нет. Мы сейчас обсудим. Смотрите. у нас есть какой-то грамм в состоянии игры. у нас есть какие-то вершины, которые в них игра заканчивается, они проигрышны. Но они естественно тут опять же мы будем все делать по индукции. Они естественно соответствуют кучке мимо размера 0. Ну, потому что она проигрышна. Теперь давайте мы хотим посчитать какой кучке мимо соответствует вот какая-то например эта вершина. Что нам для этого нужно? Нам нужно посчитать вот мы возьмем все вершины куда из нее можно попасть по одному любому и мы хотим посчитать для них каким кучкам они соответствуют. так как граф ацикличный это возможно сделать. это просто такой DFS получился. Давайте сделаем. Ну, теперь если у нас есть про каждую вершину из наших которые мы можем попасть есть информация какой кучке она соответствует давайте обозначим это опять же а первое а второе и так далее до какого-то акка. Это то каким кучкам соответствуют наши соседи. Тогда я утверждаю, что мы соответствуем кучке вот такого размера. Заметьте, не max а mix. Что это такое? Это минимальное число, которого нет. Minimal excluded. То есть так. Минимальное число, которого нет от нуля. Ну, вот, например, mix нуля это единица. Микс единицы и двойки это ноль. Микс нуля единицы и тройки это двойка. Ну, в общем, я думаю, понятно. Ну, в общем, все. Я просто утверждаю, что если мы вот так вот поставим соответствие, то тогда мы действительно все правильно посоответствовали кучкам. Почему так? Ну, опять же, по индукции. Предполагаем, что вот для наших соседей эти соответствия все правильные. Теперь, что значит, что у нас какое-то число а это микс вот такого множества? Это значит, что из нашей вершины мы можем попасть во все вершины, которые соответствуют кучкам от нуля до а невключительных. Потому что а это наш микс. Если а это микс, то значит, все числа от нуля до а невключительных есть в нашем уровне. но возможно мы еще к каким-то, который больше, чем а можем попасть. То есть ко всем отсюда и возможно к каким-то отсюда. Но это есть микс увеличение. Потому что действительно из кучки размера а мы можем попасть в любую из кучек такого размера. точнее из нее мы можем сделать кучку любого вот такого размера и возможно каких-то больше. Ну а так как мы никак не документировали какими именно правилами мы там можем увеличивать просто нам было главное чтобы была игра конечная но у нас тут конечная игра. Все получаем что это есть микс с увеличениями ну с какими там увеличениями. все ну и так по индукции мы для всех решим этот счет поступок. А вот для нескольких выявили что цель наша вы не все любили? Еще раз проигрывает тот кто не может сделать вход. А какой выбор? Скажем так мы не играем мы наблюдаем но хотите погодать вот ну нет не только посчитав такую штуку мы можем сказать оптимальную стратегию окей это доказательство здесь ящему понятно так овчачки ребята полишените или вопрос задайте окей мы можем посчитать вот на этом граф нашего гранди ну вот это называется теорема шпрага гранди что каждой вот такой игре можно поставить пышку какую-то из него но вот здесь что это такое единица потому что это просто мекс нуля вот отсюда это мекс нуля и единицы то есть двойка вот здесь мекс просто двойки это ноль вот здесь мекс нуля и двойки это единица то есть вот смотрите например вот тут из единицы не только во все меньше тут еще больше тут единица ну и тут ноль вот функция гранди для наших состоит для чего ну в общем то есть все это доказательство для того чтобы его доказать нужно сначала доказать вот этого бутона потом доказать про ним с увеличениями и только потом догадаться что вот тут можно использовать мекс и посмотреть что все действительно работает то есть да такая не самая тревиальная вещь по факту что вам основное нужно запомнить что вот если у вас такие вот равноправные игры с полной информацией то сначала мексим а потом если несколько игр то ксори теперь давайте разберем задачу какую-нибудь где именно гранди понадобятся давайте такую как бы ее бумаги не сформулировали она просто про расстрел давайте я стрел какое-нибудь уведение в лучшую жизнь стоп это случайно они нет и которые дожди лиц или как да 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 короче в реал стоят зефирки зефирки стоят в реал они еще живые но их правда хавать будет нанесу там условия веселее вот смотрите мы играем с другом в игру ну типа разжирей видимо зефир вообще-то в чем заключается ход например хожу я я должен выбрать зефир которую я съел и съесть ее да вот например вот эту я съел что происходит я уже упомянул что зефирки живые поэтому в общем вот эти две соседние зефирки ну или возможно если я там съел крайнюю то только вот эту они в ужасе убегают короче неважно как в общем они убегают и пропадают игрой не предусмотрено в общем ну да конечно расстрел бы тут был немного более естественный ладно давай ты вообще не порть малину да нормальные условия сейчас доиграетесь у вас все будут условия вида гномы пришли и сперли нормальную регенду вот в общем вот эти две соседние убегают теперь мой друг естественный из оставшихся берет там какую-то зефирку ну например вот эту в таком случае убегает только вот эта ну то есть они не схлопываются то есть вот эта вот которая правее она уже не убегает вот ну соответственно я беру какую-то зефирку там ее ем вот эти тоже убегают все зефирки кажется закончились ну а мой друг у лошадок ему зефирки достойные вот ну что оригинал типа ты берешь выбираешь кого пристрелить соседние два угроза ну там как это было ступ да ну почему бы не пострелять нет суть игры проигрывает тот кому не хватит кто не может хороших классов кто не может захавить про легенду проигрывает тот кто не может застрелить кого-то хорошая игра просто типа почему бы не пострелять на зефирке я вам говорю типа на легче начали не задачка веселая на дебил это довольно угорать и смотрите что тут происходит вообще ретроанализом это непонятно как решать потому что у нас тут игра постоянно дробится на части то есть вот у меня был один кусок оно распалось и у меня остались вот эти две части в каждой из которых можно действовать вообще-то независимо потому что если я например тут что-то делаю то вот эта штука остается неизменной а не выгодно ли нам действовать симметрично? или что? ну типа первый коэт съедай дефирку а мы тоже съедаем дефирку вот это да правда потом второй коэт съедай дефирку из одной части мы с другой танческой смотри окей в общем вот такая штука он бахает вот эту что такое селитрия потрясающая можно давай ты не будешь насилие фу задачка веселая насилие смотрите потому что там были женщины и форексексизм в общем как это все дело решать да у нас действительно игры распадаются но у нас есть гранди и наши ксоры замечательные поэтому вот эти две распавшиеся игры мы можем просто поксорить вот что тут на самом деле нам интересно нам интересно просто db и t если у нас было easy фир изначально в ряду то мы выиграем или проиграем теперь как считать db и t какие у нас есть варианты мы какие мы вообще состояние можем попасть если у нас изифир то есть у вас изифир в какие состояния можем попасть мы можем вот эту съесть тогда мы попадаем в состояние просто когда у нас есть i-3 можем вот эту съесть тогда мы попадаем в состояние где просто i-3 можем вот эту съесть тогда у нас будет сейчас скажу одна зефирка и i-4 вот ну и так далее то есть ты качался а почему два человека не мешали короче то есть мы перебираем какую из зефирок есть и это все наши переходы вот и каждый раз мы получаем ну вот слева сколько-то зефирок и справа вот две кучки такие но это две кучки меньшего размера при этом мы получаем сумму игр то есть мы теперь после этого можем делать ходы как в левой кучке так и в правой про левую и правую кучку уже посчитано мимо какого размера она соответствует а это значит что результат на вот этих двух кучках это их ксор замечательно теперь то есть мы про каждую выбранную зефирку знаем какому мимо она соответствует теперь мы берем мекс от каждого из этих значений и получаем то какому мимо соответствует все ну и соответственно в dp end и будет наш ответ то есть вот такой прям очень яркий пример когда без гранди тяжело когда у нас вот игры как тропятся там и нам нужно один переход может ввести в какую-то сумму игр образовавшихся все эту штуку со сведением книгу независимо придумал челик шпраг вроде так у него фамилия и гранди с интервалом в 4 года но знаю что примерно в 30-х с ротовой контакт вообще вот ну как-то так у нас была задача на общение системы не помню возможно но возможно нет не знаю короче так есть ли ребята какие-нибудь вопросы видимо нет ну да можно еще раз как считать dp смотри вот у нас есть вариант из эфира давай переберем какую мы следили в зависимости от этого мы знаем кучки какого размера у нас образуется ну там будет либо одна кучка какого-то размера либо две кучки тоже понятно каких размеров так смотри вот наша куча из элементов ну из эфира вот это переход когда мы съели первую эфирку вот это переход когда мы съели вторую эфирку и так далее вот это переход когда мы съели и ту эфирку в каждом из этих переходов какое-то состояние игры либо из одного ряда эфира либо из двух рядов эфира но каждый из рядов эфира мы он меньшего размера чем мы потому что оно как-то раздробилось и образовались вот эти либо один либо два ряда и про него мы уже благодаря нашему dp знаем нему какого размера это соответствует так окей теперь если это один ряд например когда мы первую эфирку берем то тогда там все понятно просто вот такому нему оно соответствует вот и получилось если это например третью зефирку взяли то там уже две кучки два ряда про каждый из них мы знаем нему какого размера он соответствует но мы знаем что если в ними несколько кучек то мы можем поксорить их размеры и рассматривать ним из одной кучки вот этого размера типа ксор всех размеров так еще раз у нас два ряда зефирок каждый из этих рядов соответствует одной кучке нему какого-то размера но так как у нас их два и мы можем брать зефирку либо из одного либо из второго то у нас это получается ним на двух кучках так но про ним из нескольких кучек мы знаем что можно их все поксорить и рассматривать ним из одной кучки соответственно даже несмотря на то что у нас где-то там образовывается два ряда мы берем то каким нимом они соответствуют ксорим и снова получаем что оно все соответствует нему из одной кучки и так про каждое из этих состояний мы узнали какой кучки нему оно соответствует так ну ну все соответственно после этого мы берем мекс из всего этого и получаем то в какой кучке ним соответствует это как то это это